Это происходит сейчас пока по линии исполнительной власти. Мы видим так называемых молодых технократов и видим несколько выделяющийся на этом фоне Красноярский край, который по решению президента был избран в качестве другой модели управленческой в виде акцентов на собственные кадры, которая, скажем так, доморощенная, тем более с учетом того, что есть ощущение усталости красноярцев от варягов, тем более откровенно конкурирующих регионов. В частности, речь идет о Викторе Александровне Толоконском, бывшем губернаторе Красноярского края и бывшем губернаторе Новосибирской области, полпреди президента в Сибирском федеральном округе, и, видимо, еще остающимся в политической повестке после вчерашних заявлений в Новосибирске, в том числе и с моим участием относительно поддержки создания коалиции против кандидата от Кремля Трампова. В связи с этим Красноярск одна из единственных территорий, где не используется метод варягов. То есть Кремль в какой-то момент принял решение в попытке избежать элитных конфликтов на месте, делать ставку на людей либо из других регионов, либо из Москвы, либо вот тех молодых технократов. В Красноярске ситуация иная. Поэтому здесь очень важно смотреть, как этот опыт будет реализован в Красноярске. И поскольку именно сейчас происходят зачатки реализации этого опыта, хотелось бы обсудить, как видят красноярцы эту ситуацию. То есть мы знали об основных проблемах, которые звучали на всю страну, и в том числе в связи с высокой степенью протестной активности и по стране, и в Красноярске в частности, в первую очередь экологической проблеме, по которой сразу же высказался нынешнее время исполняющий обязанности губернатор Александр Русс. И, насколько я понимаю, вчера были приняты определенные решения, подписаны определенные соглашения с рядом финансово-промышленных групп, которые обязались включиться, в том числе финансово, по решению экологической проблемы, которая звучит на всю страну. Потому что Красноярская экологическая проблема подняла этот вопрос по существенной части российских регионов. Мы видели и Челябинск, и Екатеринбург, и так далее. То есть это получило, в принципе, такой домино. То есть Красноярск здесь продемонстрировал свой общественный настрой быть вот таким трендом. Разумеется, хочется обсудить вопросы о подготовке города к универсиаде в 2019. Вещь исключительно важная, потому что от презентации города это переходит уже и в политическую основу. Мы видим, что заявки России по Екатеринбургу по 2023 сейчас активно пытаются быть продавленными со стороны японской делегации перевода универсиаде в Японию. Значит, соответственно, здесь важно посмотреть, как Красноярск сможет подготовиться. Потому что, на мой взгляд, предыдущее руководство и города, и края были не способны это сделать. Хотя вчера у нас была дискуссия опять же с Толоконским, которому было, так сказать, модераторами объявлено, что я посчитал, что увольнение губернаторов Новосибирска и Красноярского края было связано с низкой эффективностью работы соответствующего губернатора. Значит, господин Толоконский опроверг это решение. Он посчитал, что он был эффективным губернатором, повысившим доходы регионального бюджета на 56 миллиардов ежегодно. Я, собственно, раскатиковал эту историю и в связи с завышенным долгом Красноярского края, и в связи с неучетом в этой оценке доли конъюнктуры цен на цветные металлы и так далее. Поэтому здесь важно понимать, как регион сейчас готовится, в том числе с точки зрения расходования средств, которые уже состоялись на ряд мероприятий в городе, связанных с благоустройством системы жилищно-коммунального хозяйства и так далее. Мы сегодня проехались по городу, и вы видели там один из сюжетов, хотя мы сегодня снимали фильм, он будет достаточно полноценным, о ситуации в Красноярске по основным проблемным точкам. Подчеркиваю, экология, благоустройство и подготовка к универсалям. Я бы хотел эти вопросы обсудить. Плюс еще общий вопрос, общие два вопроса. Первое. Вчера я объявил в Новосибирске и был заявлен доклад социально-экономического развития России. Поскольку я в рамках нынешней президентской кампании не заявлял и не планирую заявлять о своем участии в президентской кампании, в силу, на мой взгляд, попытки проведения кампании с низкой степенью конкуренции. Но при этом я буду принимать участие в качестве инициатора экономической программы. Сжатый доклад был вчера представлен в Новосибирске и планируется к выходу в комсомольскую правду Новосибирска. В понедельник следующий у нас будут, видимо, дебаты с Борисом Титовым в Екатеринбурге по экономическим программам. И я не исключаю, что на Красноярском экономическом форуме в феврале я буду представлять уже экономическую программу. При этом я предлагаю сибирикам, и красноярцам, и новосибирцам включиться в том числе в участие в подготовке экономической программы. Потому что я считаю, что отсутствие у кандидатов экономической программы, стройной, непонятной, либо программы, которая не была поддержана обществом, имеется в виду стратегии роста, и в рамках парламентской кампании в Государственную Думу в сентябре 2016 года она не была поддержана. Был получен лишь один процент этой партии роста. Что должна быть экономическая программа? В противном случае этой дискуссии в обществе нет, и мы будем продолжать уповать на цены на нефть, и на другие положительные конъюнктурные моменты. С учетом санкционных войн и давления на Российскую Федерацию, боюсь, что уповать на это невозможно. Ну и какой еще момент хотелось бы обсудить? Внутриполитическая ситуация в регионе с учетом назначения времени исполняющего обязанности, подготовки к президентским выборам, их перспективы проведения президентской кампании и потенциально риски и угрозы, которые в связи с этим возникают по Красноярску, потому что регион, повторюсь, весьма протестный и продемонстрировал это в 2017 году. Ну и, собственно, по следующей губернаторской кампании, поскольку Александр Уз заявил о своем участии в губернаторской кампании, хотелось бы понять, насколько она способна быть в том числе конкурентной, а как следствие регитимной. Вот эти вопросы хотелось бы сегодня обсудить. Спасибо большое, дорогие друзья.